В 2013 году группа ученых России, Украины и, если я не ошибаюсь, Нидерландов, провела анализ, генетический анализ Ногаева. Ну, с всех субэкосов, в том числе Ногаева. Взяли, нашли Ногаев, живых Ногаев в трех поколениях. Вот мама, семья, мама в трех поколениях, все живые. Папа в трех поколениях. Сделали генетический анализ. Габлогенетический анализ. Я прочитал. Вы знаете, какие результаты? Нет. Габлогенетическая группа соответствует и близка к астраханцам. И Ногаев в Кувари. Понимаете? В принципе, мы родственники. Вопрос, как мы стали родственники, это вопрос наших изучений. Они заходили в Крым. Они вообще имеют крымские корни. Вообще заходили, это одно слово. А из которых не заходили, именно сформировались. В Крыму, да? От кепчаков произошли. Кепчакские племена тоже были разные. Кепчаки не монолитные племена были. Свою в Крыму. Так же? Да. Это разные племена были, в том числе и Ногайские. Они никуда не выходили. Они самообразовались. Один из первых крымских хамов, Хаджи Герай, переселял с территории Астраханского после конфликта отсюда у Галарда Ау. То еще ждет, вот, Хармра. Более древняя история, если смотреть чижире, башкирские, если татарские чижире, которые Раид Бумилевич из Кузеев изучал, в принципе, и не он один. Там приводятся конкретные данные, то, что те племена, которые исторически связаны с Ногайской Ордой, они говорят, откуда предки пришли в Ураль, в XIX век. С Крыма, как раз из Кубани. Эпос 40 Ногайских Бобитарей имеет известное другое название. Крымбатерля. 40 Крымских Бобитарей. В эпосе Шарапатер. Он происходит из Крыма. Эпос Эдеге имеет свою крымскую версию. Я вам показывал, а именно от Казана Курмансиитова. В эпосе, например, в том же Адин Султан, Толу Крым Копновей. Заполненный Крым, да. Марсал Барсал, сказки. Очень подворный. Я читал вот ваши... Вот вчера взял книгу, просто полночи прочитал вот эту книгу, которую нам вчера прочитал. Я читаю сказки, но вот мои коллеги будут дополнять. Вы знаете, какой нилан? Во времена Исмела Гаспринского, чтобы друг друга понимать, мы перешли на один общий литературный язык. Этот язык назывался Ортайолахтиле. То есть, заобразец взяли вахчисарайский вариант, как они разговаривали, и всем сказали, вы свои научные, ну, вообще, публикации, все эти разговоры, выступления и так далее делайте на этом языке, чтобы было понятно всем. И письменность из них... Нет, письменность практически одна была. Она сначала была на арабской графике, потом, конечно, и на кередицу и так далее. Но, к чему это привело? Да, нам стала доступна общая крымско-татарская печатная продукция. К сожалению, стали преподавать в школах именно Ортайолахский язык, в результате чего Ногайский язык стал умирать. Он стал невостребован. Ортайолахтиле и мы потихоньку перешли, ну, грубо говоря, на татский язык. Он не Ортайолахский, по большому счету, а татский язык. Мы перешли на их язык. Понимаете? А когда язык невостребован, он что делает? Он умирает. А если потеряет народ язык, он потеряется как народ. Понимаете? Вот это еще способствовало. И плюс сейчас, уже когда мы стали современные, уже все обосновались на своей родине, очень много сделали за эти 20-30 лет, будем говорить, очень много сделали. Подняться, сформироваться, создать культуру, печатные дали, телевидение и так далее. Колоссальная работа сделана. И в этот момент, если кто-то будет заниматься отдельно каким-то субэтносом, это считается, что вносишь в какой-то раскол. Какие могут быть наугаи? Да, и у нас их уже нет. Но они есть. И потерять язык, это потерять самобытный наугаиский народ Крыма. Понимаете? Как можно потерять то, что жило веками? Имеет, вот смотрите, огромную историю имеет наугаиский. Посмотрите, какие мосты сделаны между наугаискими ордами и Крымом. Крым выделен. Посмотрите, как можно это терять? Потерять легко. Но это уйдет без озера. И я взял на себя ответственность, некоторую смелость начинать работать над вопросами истории Крымских наугаи. Саула. Аплодисменты. Мы с ним готовы, или я урус Миккептевал. Мы с ним один из моих семей классов. Мы с ним в новый Татар school живем Крым-Татарский. Мы с ним и не показывают Крымстотарский учиться. Никаких «Ж-ж-ж». Прекрати это все. Мы с ним еще живем. Ж-ж-ж Я хотел сказать несколько слов о связи крымских ногаев с Ногайцами Астраханцевым и Карагашами-юртутцами. Я уже упомянул, что на Хаджикирае было переселение. Мало того, Вадим Юсич Штребалов, он вообще в своей работе «История Ногайской Орды» упоминает, что Ногай-Иноним был распространен не только в Ногайской Орде, но и в Большой Орде и в Крымском Йорке. Это очень важная цитата. И в самом Крыму, не говоря уже о Мансуру, в принципе, вот эти рода многие переселились по родослою. Будет это Орган, Кудаламьяшлан и некоторые прочие. Они переселились, территории Волки переселились. Что касается крымских Ногайских танков. Осман Ахчук Ракова провел большую работу. Танки, как правило, в большинстве своем совпадают с танками всех остальных Ногаев. Энвер Мамут Добрук же провел тоже исследование. Такого прям радикального деления, что Ногай и крымский татар, его никогда не было до начала 20-го века. Более того, крымский татар это просто экзотоним. Хотя исторически действительно крымские татары себя называли и татарами в официальной переписке. Это в титуле официальном. Мухаббет-Наме, крымского хана. Он говорит о себе. Улук-Юрт-Нан, вэсанцес-Новай-Нан, вэ-тав-вач-Нан, вэ-тау-черкеш-Нан и так далее. Да. Улук-Варданан-Ханан. То есть перечисляет. Бесчисленных Ногаев, другой версии этого Мухаббет-Наме, бесчисленных татар. То есть это синоним. Ученые объясняют этот момент. То, что татар это был экзотоним. Для нас, для самих, для астраханских Ногаев, будь это юртовские Ногаи, или же это будет Харараш Ногаи, или Хундрау Ногаи. У всех у нас в официальных документах будет написано татар. Для русской администрации особо не разбираясь называть татарами. Это такая не разработка научной терминологии. Например, в словаре Мокдаунса и Афрана, если вы будете читать статью тюрка-татары, вы там увидите азербайджанские татары. То есть азербайджанцы. Чернивые.